Добро пожаловать на канал О криптовалютах Neolife Всех приветствую И сегодня я хочу поговорить о новостях Так, бывший экономист Международного валютного фонда Кенет Рогов говорит, что правительство Создает CBDC, поскольку не знает, что делать С криптовалютами И правительство далеки от разработки Адекватного регулирования криптовалют Поэтому они пытаются создать собственные цифровые валюты И большинство участников криптовалютного отрасли Тоже полагают, что цифровые валюты Не должны регулироваться правительством Однако профессор убежден, что Центральные банки никогда не допустят Широкого внедрения биткоина и других криптовалют Еще одна новость Компания Goldman Sachs осуществила первую крупнейшую операцию Кредитования ценными бумагами С использованием блокчейна Так, транзакция представляла собой серию Из 35-дневных транзакций На суммы в сотни миллионов долларов Это еще один ключевой шаг во внедрении технологии Распределенного реестра DLT Для облегчения традиционной финансовой деятельности Чтобы добиться повышения эффективности На фоне других участников рынка И мы с нетерпением ждем увеличения объемов продаж В ближайшие месяцы И все это направлено на сокращение расходов банкиров Которые сейчас вынуждены сохранять Высококачественные ликвидные активы Для соответствия балансу Базеля 3 Еще одна новость Гарри Гэнслер говорит, что я нейтрально отношусь к криптовалютам Но не к защите инвесторов Также он считает, что криптовалютные кредиторы Должны регулироваться по аналогии с инвестиционными компаниями Криптовалютные брокеры должны быть зарегистрированы В соответствии с законами о ценных бумагах И это необходимо для защиты общественности Он также назвал криптовалюты спекулятивным классом активов И большинство из которых обладает свойствами ценных бумаг ИСЭК намеренно разработает нормативные правила для защиты инвесторов И продолжит работать по этому вопросу с законодателями и участниками отрасли Еще одна новость Виталик Бутерин на ежегодной конференции сообщества Парижа Предсказал достижение эфириум пропускной способности в 100 тысяч транзакций в секунду И выступая на мероприятии, Бутерин рассказал о предстоящем слиянии В ходе которых блокчейн перейдет на POS и представил долгосрочные перспективы развития И дальнейшее обновление предполагает имплементацию шардинга И расширенное использование Rolabs, что повысит пропускную способность сети В конце этой дорожной карты эфириум станет гораздо более масштабируемой системой И сможет обрабатывать до 100 тысяч транзакций в секунду Конечно, это очень невероятные показатели Также еще в сети найдены интересные документы, внимание, от 2001 года Который называется «Протокол расширяемого реестра» И что самое забавное, сокращенно он называется XRP Этот документ представляет собой интернет-проект И является документом рабочей группы по разработке интернета Сокращенно IETF И далее мы видим, что XRP это ориентированный на соединение Асинхронный прикладной протокол запроса и ответа XRP позволяет осуществлять одновременный независимый обмен сообщениями между одноранговыми узлами в контексте оболочки XML-схемы Также обмен сообщений происходит по каналу BIP, которые определяют привязку к четко определенному аспекту приложения XRP Такому как безопасность транспорта, аутентификация пользователей, контроль доступа и обмен данными И компания Neostar, то есть новая звезда, разработает и внедрит новый упрощенный протокол взаимодействия реестр и регистратора для расширенного пространства USTLD XRP И XRP обеспечит больше возможностей и функциональности, чем существующий интерфейс реестра, регистратора и гораздо большую безопасность И примечательно, что одним из авторов проекта целевой группы по разработке интернета IETF является Дэвид Шварц Получается в этих документах еще в 2001 году мы видим XRP, а также Дэвида Шварца и компанию Новая Звезда А ведь именно к ней Брэд Гарлин Хаус летит на ракете последней загадки от Bear Able Guy 1.2.3 Также я вам хотел показать, что твиттер к фильму Джон Уик выпускает пост к четвертой части с такими словами И так это начинается А ведь те же самые слова мы видели на картинке Bear Able Guy 1.2.3 с тремя горами Также в трейлере к фильму на мониторе компьютера мы видим белого кролика и дату 24 марта 2023 года и надпись Всемирный Так что возможно в новой четвертой части будут еще какие-то интересные знаки И в заключение видео Blood of Crypto говорит Всегда помните, что все было заранее спланировано XRP всегда должен был быть в центре современной финансовой системы И цифровая эра наступит молниеносно Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки Кто хочет может поддержать канал Всем до новых встреч и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok